Привет зритель! В этот раз я удостоверилась вроде как. Да, сейчас я удостоверилась, что я снимаю на нормальном режиме. А то я писала завтрак на камеру, а сейчас у меня ужин. И это самое. И не заметила, как поставила на таймлапс. У меня тут прошлогодняя вареная поджаренная картошка. Вареная в очистках поджаренная. Очищенная, потом поджаренная. А еще салатик, свежий огурчик, укроп, петрушка и лучок. Лучком и огурчиком меня вгостила добрая соседка сегодня. Но все с подсолнечным маслом. Ну, на подсолнечном масле заварилась. Ой, бля. С подсолнечным маслом. Я не помню, как я в тот раз тогда, в прошлый привет, ставила камеру, чтобы у меня все это было видно. Поэтому тут, ну, будет видно только, как на вилке оно появилось. С обычной совершенно солью это все. То бишь салатик с маслом и картошка жарилась на масле. И тут же будет посолено самой обычной солью. В салонке, которая лет сто. И вообще, это большая чашка. Бабушкина мама в имя наняла ее на что-то у кого-то. Я живу в деревне Хамина. Так как сейчас тепло и печку не подобишь, то я все делала на печке. Там фонарик видно, да? Я просто на экране увидела, что там, кажется, видно фонарик. Я вчера к вечеру вспомнила, что я забыла. Даже не то, чтобы забыла, даже не подумала об этом. Взять сюда яблоко. Или не яблоко. Чтобы прицепить камеру на длинную палку. В держатель телефона вставить телефон и управлять этим всем. Так. На руке. На вытянутой. И записывая всякие окрестности. Потому что в ту держалку планшет не вставить. Но с другой стороны я взяла другую камеру. Которую сегодня зарядила. А может что-нибудь на нее поснимаю. На нее точно так же можно всех этих тишин записать там в пятиканале микрофон. А сейчас у меня микрофон все еще включен впереди. Я еще ничего не монтировала. Но зато я разобралась в одном углу на крыльце и достала мало кого. Даже ранила себе коленочку. Как бы шарахнулась. Было больно. Но только спустя минут десять я заметила, что шарахнула до крови. Прошлось промывать ранку перекиси. Мазать калашиком. Сейчас вроде как все нормально. И мангал он такой блин тяжелый. Я его как-то это вытащила переходами с кольца со ступенек. Потом как-то за собой тащила его за года. Он наверное сам землю бороздил своими копытами. Он металлический. Я не знаю из какого металла, но он очень тяжелый. Я просто вспомнила, что когда-то давно мы в нем жили дрова и на нем грели воду или еще что-то грели. Когда печку было не потопить. Потому что тепло. Там где он раньше стоял, сейчас, ну как бы куст очень сильно так, не то чтобы сильно разросся, он, детки у него видят, состарились. Какой-то он такой разваленный стал. Ну и береза слегка подросла. И там ставить мне как-то стремновато. Я его переволокла переходами с периодами отдыха. Поставила рядом с березой с одной. Он тоже в палисаднике как был. И если в ближайшие дни близки рот у них явится. И даст мне добро, где его можно поставить. И главное сказать как это его разжигать, потому что я не помню как это было. Хотя я помню, что я разжигала его когда-то. Еще бабушка тут жила. Летом. Которая в октябре 16-го года дала богам душу. Физически. Ну я, короче говоря, буду на нем греть воду, а может даже готовить. Может придется какую-нибудь фигню купить для мангала. И что, она разжигает мангалы. Какая-то мушка летает. Какая-то мушка летает. Короче, я еще ничего не делала. Не монтировала, не тайпила, не редактировала. И что. Мне кажется, я даже в гамак сегодня еще не садилась, потому что меня тут кошку гоняли. А нет. А может садилась в гамак? Не, по-моему. Да, садилась ненадолго. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Салатик Блин, надо же было так флохануться, завтрак записать на таймлапсе Придется его отдельно озвучивать Хотя бы чисто фоном сказать на 5 минут, почему у меня так вышло Так, ничего не было Я салат впервые сделала по образу и подобию, как обычно делают салат Подобный такой в деревне Допустим огурец, там, ну, можно было положить картошку Но я решила картошку всю разжарить Огурец И в большом количестве укроп, зеленый лук и петруха Блин, какой-то листик Третий раз уже попадается, что за листик Хотя, может быть, эта петруха слегка переросшая Надо бы еще картошку положить, чтобы салатик доесть Картошки, наверное, еще на завтра хватит У меня ж тут нигде не показывается, что это, допустим, что-то не то Паранойя, она такая Я когда-то случайно дожал рукой, сдвинул этот самый С просто видео на таймлапс Притом там от таймлапса до просто видео еще HDR видео идет О, картошка Езжала под крышкой, несмотря на то, что уже давно выключена Плитка Еще горяченькая картошечка Сюда как-то это сгребти, чтобы с одной тарелки есть Теперь практически, как если бы я в салат положила теплую Ивали он в ныкотуху Продолжение следует... Продолжение следует... Ко мне внезапно в субботу вроде как наметились гости. А мне сломан велик, ну как, прокол это колесо, надо бы достать камеру, заклеить её, потом обратно поставить и закачать. И тот, кто обычно в этом, ну в прошлом году, допустим, помогал, сейчас не в том состоянии, не может, короче, помочь. Можно попросить родственника ближнего-дальнего, но в прошлом году он мне пообещал помочь и благополучно забыл. А я ждала-ждала, что 500 раз напоминать мне было неудобно и попросила соседа. Я думаю, умеет ли муж моей подруге вклеить камеру у велосипедных колёс? Или нет? Так-то, в принципе, пока жарко. Особо-то так не покатаешься, тяжело будет. Ну, вообще, чтоб был велик на ходу. Масло по подбородку течёт. Надо сейчас чаёшку налить. И вот я снова тут. У меня тут зелёный порошковый чай с молоком. И мёд в чашке. Чуть было не вылило. Пытаюсь показать его. Жуть. А рядом-то камера и планшет, а тут мёда чуть не вылило. И было бы всё нахрен, блин, липко бы. Вообще, не повторяйте это дома. Ибо в мёд надо лезть чистой ложкой. И ложку-то оттуда вынимать. Мёд, в принципе, вынимаю. Я имею в виду ложку в мёду не оставлять. Если не хотите, чтобы ваш мёд перестал быть мёдом. Кстати, мёд-то майский. Первый скачанный мёд за это летом. Скачанный неделю назад. Густенький такой. Ну, в смысле, быстро густейший. Чай закончился. Как-то я его так хлобысь-хлобысь и выпила. Ух, у меня вообще тут ещё в медленной варке каша на воде и на сливочном масле рисовая с пшёнкой. Ну, пшено, которое варится. Ну, сейчас уже на подогреве доходит нам до последних кондиций. Я хотела вроде её, а с другой стороны мне дали огурчик. Думаю, ну, сделаю салатик. А кашу поем, ну, наверное, на завтах уже. Чё? Зритель, пасиб ты, зритель, за просмотр. Надеюсь, ты поел. И это самое. Если хочешь поддержать канал, где-то тут будет облачко. Либо это, ссылочка в инфобоксе. Ну, это, пока тебе. Спасибо за просмотр.